МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости с урдопереводом. Меня зовут Лаура Жакупова. Моего коллегу Хасан Исраилов. Добрый вечер. Выпуск начнем с событий из-за рубежа. Самолеты армии обороны Израиля нанесли ответные удары по 10 целям в секторе газа. Все они принадлежали движению Хамас. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, авиаудары поразили три военных лагеря, базу, две мастерские по производству оружия и склад боеприпасов. Военном ведомстве также сообщили, что после ответного обстрела система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила еще одну ракету, запущенную из сектора газа. Напомню ранее, палестинские боевики выпустили по Израилю не менее шести ракет. Четыре из них были перехвачены. Это стало нарушением договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты после массовых обменов ударами в начале недели. На фоне политических страстей в Грузии бушует и природа. В результате проливного дождя затопило улицы города Рустави. В течение всей ночи бригады спасателей пытались откачать накопившуюся воду, эвакуировать жителей с затопленных подвалов и первых этажей жилых домов. Несколько часов горожане оставались без электричества. Мэрия и службы ЧС города перешли на круглосуточный режим работы. Город Рустави находится в 20 километрах от Тбилиси. Добраться домой после тяжелого рабочего дня жители маленького городка смогли лишь к утру. В результате проливного дождя затопило улицы центра и окраины города. Населенный пункт практически накрыл водой. Движение автотранспорта было парализовано. В некоторых местах уровень воды достиг 50 сантиметров. С горы Ялгуджи сошел песок и камни. Большой поток воды с этой массой забил дождевые стоки. Вода не смогла пройти и начала подниматься. В течение всей ночи все службы были в рабочем режиме. Мы полностью контролировали ситуацию. Автомобили, припаркованные на улице, стали подводными. Водители маршрутных такси высаживали пассажиров прямо в воду. От дождя им приходилось укрываться в подъездах и в магазинах. Сильный поток воды добрался до квартир первых этажей. Затоплены подвалы и разные коммерческие объекты. На месте всю ночь работали десятки бригад спасательных и пожарных служб, которые откачивали воду. Вот посюда была вода. Стекло разбилось и вся грязь зашла вовнутрь. Весь товар в грязи. На произошедшее довольно быстро отреагировали местные власти. Сразу же подключилось Министерство инфраструктуры и регионального развития в вопросах координации спецтехники, которая была незамедлительно мобилизована на месте. В результате стихийного бедствия ни один человек, к счастью, серьезно не пострадал. Но материальный ущерб уже подсчитывает специальная комиссия. Как уверяют местные власти, абсолютно всем будет возмещен ущерб в денежном эквиваленте. По прогнозам синоптиков, дожди в Грузии сохранятся еще несколько дней. Поэтому мэрии призывают во время ливня воздержаться от каких-либо передвижений без острой необходимости. Татья Джанибегашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Рустави. По меньшей мере, трое человек погибли в результате обрушения пятиэтажного здания в кенийской столице Найроби. По данным организации Красного Креста, четверых человек удалось эвакуировать, а вот точное количество пострадавших и заблокированных в здании пока не сообщается. Причина трагедии также пока неизвестна. Но по словам очевидцев, сообщается, что состояние жилого дома оставляло желать лучшего. Сейчас на месте случившегося уже ведутся поисково-спасательные работы. Туда стянуты группы быстрого реагирования. Кстати, подобные происшествия в Кении, где более 4 миллионов жителей живут в трущобах, не редкость, как сообщают в Национальном агентстве по строительству. 58% зданий в Найроби непригодно для жилья. Ситуация осложняется тем, что у нас нет доступа ко всем частям обрушившегося здания. Пока мы не очистим и не разберем эти завалы, нам не пробраться к другим. Это невозможно. Еще двое человек погибли в результате продолжающихся антиправительственных выступлений в Никарагу. А митингующие используют снаряды и минометы. Рост преступных группировок вынуждает местных жителей образовывать группы дозора и строить баррикады. Напомню, поводом для беспорядков стала новая реформа социального страхования. Несмотря на то, что власти отменили нововведение, акции протеста не прекратились. Теперь жители требуют отставки правительства и президента Даниэля Ортеги, который руководит страной с 2007 года. Всего с апреля погибло больше 110 человек. Среди жертв числится один гражданин Америки. В Средиземном море затонула моторная лодка с мигрантами. В результате погибли 9 человек, в том числе 6 детей. И, как сообщает наш собственный корреспондент в Турции Ержан Жунис, ЧП произошло недалеко от побережья Анталии. На место сразу же выехали сотрудники береговой охраны. К поискам подключились вертолет и самолет. В море спасатели обнаружили четверых выживших. Их доставили в больницу. Там сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Но с начала года по Средиземноморью в Европу прибыли 32 тысячи мигрантов. При этом в попытке добраться до берегов Старого Света погибло свыше 650 нелегалов. Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию Конституции Кубы. Всего в соответствующий орган войдут 33 депутата. Об этом сообщил председатель Государственного совета и Совета министра страны Мигель Диас-Канель. По официальной информации изменения коснутся экономической и социальной составляющей основного закона. Действующую же Конституцию приняли еще в 1976 году. С тех пор в нее трижды вносились изменения. Впервые о необходимости изменений Кастро объявил в 2011-м после принятия нескольких реформ, постепенно открывающих экономику для иностранных инвестиций. И вот такой шаг власти предприняли для того, чтобы сделать кубинский социализм более устойчивым. В Словении проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и продолжат работать до 19.00. Голосование проходит на фоне политического и миграционного кризисов. По прогнозам политологов победителем выборов станет экс-премьер страны Янис Янша. Его демократической партией соцопросы обещают более четверти голосов. Во время предвыборной кампании политик широко использовал антимигрантскую риторику. На втором месте мэр города Камник Марьян Шарец. Всего в выборах примут участие 1600 кандидатов из 25 политических объединений. Ну а основанием для проведения выборов стала отставка премьера Миро Церара. Глава правительства ушел с поста в марте после того, как Верховный суд отменил результаты референдума, на котором было одобрено строительство железной дороги Копер-Дивача. Этот проект был крупнейшей инвест-инициативой правительства. Большая Семерка осуждает действия Соединенных Штатов и призывает Белый дом отказаться от введения новых пошлей на импорт стали и алюминия. Об этом сообщили главы финансовых ведомств и руководители Центробанков и стран группы семьи во время совместной встречи. По словам министра финансов Канады, такие тарифы навредят всем сторонам, в том числе и самим гражданам Америки. Глава финансового ведомства Франции также подчеркнул, что Штаты должны сделать шаг деэскалации напряженности и прекратить провоцировать торговую войну со своими союзниками. Ну а в противном случае они готовы принять соответствующие контрмеры. По официальной информации, жалобы во Всемирную торговую организацию готовятся подать Канада и Евросоюз, которые обвиняют Вашингтон в протекционизме. Я напомню, с 23 марта США ввели дополнительные пошлины. 25% на сталь и 10% на алюминий для всех государств, поставляющих эту продукцию. Впрочем, страны Евросоюза, а также Канада и Мексика получили отсрочку. С них тарифы взимаются с 1 июня. Представители Генерального консульства Республики Казахстан в Нью-Йорке встретились со слушателями Национальной школы госполитики при Академии государственного управления. Были обсуждены вопросы по текущему состоянию казахстанско-американских отношений, социальной и экономической политики США, а также деятельности консульства по поддержке соотечественников. В рамках визита ожидается посещение государственных органов Америки, образовательных и научных учреждений, мировых финансовых и инвестиционных центров, международных организаций и ведущих IT-компаний. В частности, планируется обсуждение инвестпроектов с представителями крупных компаний, обмен опытом с государственными служащими мэрией Нью-Йорка и Госдепартамента США, а также встреча с сенаторами Конгресса Америки и экспертами ООН. Участники стажировки прослушают лекции профессоров Колумбийского и Нью-Йоркского университетов по вопросам госуправления, кибербезопасности, лидерства и стратегического планирования. В состоянии перспективы сотрудничества между Казахстаном и Латвией взаимодействия сторон в международных организациях обсудили в Риге представители МИД двух стран. На встрече побывала Марина Петрова. Астану и Ригу на всех уровнях связывают тесное политическое и экономическое сотрудничество и партнерство. Латвия внимательно следит и поддерживает осуществляемые в Казахстане реформы, цель которых – модернизация и долгосрочное развитие государства, а также поддерживает нашу страну и ее инициативы в рамках международных организаций. Мы рассматриваем Казахстан приоритетным нашим партнером в регионе. Последние годы мы очень тесно отстаиваем развитие взаимодействия с Евросоюзом по линии Казахстан-Евросоюз. Буквально в прошлом году было подписано такое фундаментальное рамочное соглашение о партнерстве. У нас идет разработка новой стратегии взаимодействия с регионом. Конечно, есть общие угрозы, которые нас объединяют – это и терроризм, и борьба с наркотрафиком. Во время консультаций стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических связей между странами и обсудили актуальный круг вопросов казахстанской латвийской повестки дня. Отношения в сфере образования, в сфере развития зеленых технологий, информационных технологий, то есть, безусловно, конечно, вопрос развития транспорта, логистики, транзита, евразийских перевозок. Здесь мы являемся партнерами на одном континенте, и по этим вопросам будем работать дальше. Казахстанская сторона также дала высокую оценку динамики взаимодействия с Латвией. Страны, которые в прошлом году отметили юбилей установления дипломатических отношений, объединяет крепкая дружба, а также открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Я думаю, что именно в духе доверительного диалога, полного взаимопонимания, отсутствия каких-либо нерешенных вопросов, стремления укрепить эти отношения на взаимовыгодной основе, мы и будем дальше развивать наши отношения. В ходе встречи госсекретарю МИД Латвии также была вручена медаль в честь 25-летия независимости Казахстана. Эту награду дипломат получил за значительный вклад в развитие двухсторонних отношений между странами. Марина Петрова, Сергей Самойлов, Хабар-24, Латвия. С выше 500 молодых госслужащих, принятых на работу за последние два года, в Алматинской области успешно прошли трехмесячный испытательный срок. Этот показатель является ярким примером того, что внедряемая практика Института наставничества играет свою ведущую роль. Вместе с тем поднимается и престиж госслужбы. В Талакургане в честь празднования 20-летия органов Государственной службы Республики 20 молодых специалистов сегодня принесли присягу. Особо отмечена работа 20 наставников. Итоги показали, что Институт наставничества работает полным ходом, работает хорошо. Мы их сегодня послушали. Есть ли какие-то проблемы. Кадровиков сегодня мы послушали, которые могли бы поделиться своими опытами молодыми госслужащими. Все эти вопросы мы сегодня обговорили за круглым столом, услышали друг друга. И в будущем эти вопросы будем дальше обсуждать. Молодой казахстанский композитор, пианист и лауреат международных конкурсов Рахадби Абдысагин вновь покорил российского зрителя. Очередной концерт нашего соотечественника на сей раз прошел в Санкт-Петербурге. Юного композитора Большой зал Санкт-Петербургской филармонии принимал впервые. Авторское произведение Рахадби Абдысагина «Воля к жизни» не оставило равнодушным ни одного слушателя. Это уже не первое выступление казахстанца на российской сцене. В начале недели Рахадби выступил в Москве. В государственном Кремлевском дворце прошел международный молодежный фестиваль имени Чайковского. Там выступали музыканты из восьми государств. И вот за виртуозность исполнения, а также яркий талант юного композитора из нашей страны уже успели окрестить казахским Моцартом. Кубок города по дрэк-рейсингу стартовал в Астане. Первый этап автогонок проходит на прямой трассе на окраине нашей столицы. В ралли принимают участие 30 автопилотов со всей республики. Участникам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью в четверть мили. Это 402 метра. Дрэк-рейсинг – это гонка на ускорение. Особенно это популярно в США. Там проводится гонка уже более полувека. В последние годы такой вид автоспорта снискал популярность и в Казахстане. В этом году он проходит в рамках празднования 20-летия столицы. Лучшие автогонщики пройдут в следующие этапы соревнований. Такими были новости с Уртопереводом. Спасибо за внимание и до встречи в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин